Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Уже летом в Карагандинской области будет полностью закрыта потребность в колбасных изделиях. Таковы планы у руководства фирмы «Волынка». Акимобласти посетил новый цех, который готовится к запуску. В Караганде появился халал-ресторан. Жители области могут проводить в нем любые мероприятия без спиртного и согласно всем канонам ислама. Команды юных знатоков Назарбаев интеллектуальной школы взяли все призовые места в игре «Что, где, когда». Крупнейшие состязания республики проходят в Караганде уже в шестой раз. Компания «Волынка» 1 июня откроет новый цех по производству колбасных изделий. А семеноводческое хозяйство начало производить семенной картофель собственного сорта. А все это находится в городе Абай. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов посетил Абайский регион. Колбасный цех компании «Волынка» в городе Абай – это один из инвестиционных проектов, реализуемых в регионе. Строительство нового объекта началось в 2013 году. Открытие запланировано на 1 июня. В рамках реализации государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» государство оказало поддержку в виде строительства инженерной инфраструктуры. Новое предприятие стало первым пунктом визита Акима Карагандинской области Ерлана Кушанова в город Абай. Глава региона отметил, что открытие нового производства позволит закрыть потребности области. А по области у нас потребность 30 тысяч. Половину мы завозим, импорт закрывает у нас половину. Надо развивать такие цехи колбасные. Кроме того, будет создано порядка 40 новых рабочих мест. Планируемая производительность нового цеха – 2 тонны готовой продукции в день. По мнению руководителей компании, это позволит не только закрыть потребности Карагандинской области, но и выйти на другие рынки. На сегодняшний день у нас есть действующее предприятие, которое производит более-менее мало объема такого. За счет нового строительства, получается, мы увеличим объем продаж до 2 тонн. И будем охватывать, мы в Караганде уже присутствуем на рынке, будем охватывать уже города по Казахстану, это Астана, Алматы, и с дальнейшим выходом на российские рынки. Вторым пунктом посещения Акима области стало семеноводческое хозяйство «Астроагро ЛТД». Ерлану Кушанову продемонстрировали элитный семенной картофель, выведенный в специальные лаборатории. Производственная мощность хозяйства – 7 тысяч тонн в год. Если раньше хозяйство приобретало семенной материал за рубежом, то сегодня занимается выведением своих сортов. Мы выращиваем пробирочные стены, с пробирочной стены получаем картофельные. Для получения картофеля необходимо 5 лет, чтобы вывезли семена. На данный момент у нас лаборатору в 64 года. Первый визитный семян получил в этом году. Визитный семян с волевого производства. Третьим пунктом визита Акима области стало сельхозпредприятие «Шанс». Оно занимается выращиванием овощей и корнеплодов. В частности, в большом объеме производится картофель. Глава региона ознакомился с производственной базой предприятия, а также узнал о перспективах увеличения объемов. Андрей Тенес, Ламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Тема модернизации сельского хозяйства Карагандинской области была продолжена в областной администрации, где глава региона встретился с руководителями Казахского агротехнического университета имени Сифулина. На встрече речь шла о внедрении разработок отечественной науки. В марте нынешнего года в Астане Акимат Карагандинской области подписал с ВУЗом меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве. Стороны договорились объединить усилия в развитии агропромышленного сектора Карагандинского региона. Пришло время переводить союз с наукой в практическое русло. Ректор университета Ахлбек Уришбаев предложил вести сотрудничество по трем основным направлениям. Внедрение разработок отечественной науки, а также трансферт зарубежных технологий. Обеспечение отрасли квалифицированными специалистами. Распространение знаний среди товаропроизводителей области. То есть мы и на словах, а своими конкретными делами намерены участвовать в процессе технологического перевооружения производства области. В частности, в России мы предложим сельхозаваропроизводителям области наши рекомендации и разработки поведения системы земледелия, адаптированных к условиям Карагандинской области. Столичные ученые готовы выработать для карагандинских сельхозпроизводителей рекомендации по орошаемому земледелию, семеноводству и сортообновлению. Глава Агротехнического университета предложил также услуги вуза в организации космического мониторинга земель сельхозназначения. На встрече присутствовали руководители сельхозпредприятий. Аграрии высказали свою точку зрения, где больше всего нужна помощь науке. В режиме селектора участие в разговоре приняли акимы сельских районов. Духовное возрождение нации необходимо для развития нашей страны. Это главная мысль, которую отразил в своей программной статье глава государства. С этим бесспорно согласны представители духовенства. Отказ от дурных привычек и подражанию Западу поможет укрепить идеологическую целостность страны и вывести ее в тридцатку передовых. Главный имам Центральной областной мечети Умирзахбихкожа высказал свое мнение о программной статье Ельбасы. По словам имама, духовное возрождение нации – это необходимость времени. Казахстану для того, чтобы войти в тридцатку передовых стран мира, недостаточно иметь сильную экономику и стабильный политический настрой. Также важно иметь стойкую идеологию и крепкий иммунитет против разных деструктивных течений. Для того, чтобы развиваться в ногу с могущественными государствами, нужно иметь стойкий нравственно-духовный потенциал. Это для того, чтобы не поддаваться разного рода соблазнам, а их в большой политике и мире очень много. К другим новостям. Десять месяцев житель Балхаша Дастананыхпаев пытается доказать, что его дочь погибла под колесами автомобиля. Расследование по факту смерти двухлетней Еркинас Бахыт уже дважды закрывали. Возмущенный отец опубликовал видеообращение на имя генерального прокурора и министра внутренних дел. Он требовал разобраться в этом деле и наказать виновных. После обращения уголовное дело возобновили. Однако родные погибшего ребенка уверены, что его намеренно волокитят, и виновник пытается уйти от ответственности. На этих кадрах маленькая Еркинас играет с братом. Там жизнерадостная и улыбчивая девочка самая младшая в семье. У семьи Аныкбаевых есть еще трое детей. Трагедия с любимицей всей семьи произошла в июле прошлого года. Девочка и ее старшая сестра находились во дворе собственного дома, когда малышка попала под машину. В ее смерти родители ввинят водителя. Со слов отца, он переехал тело ребенка и даже не заметил этого. Она скончалась на месте от полученных травм. Однако позже судебно-медицинская экспертиза дала заключение, что девочка умерла, упав с высоты собственного роста. При этом от такого падения у малышки появились три перелома основания черепа. Следователи после такого заключения просто закрыли дело. Родители ребенка с таким вердиктом категорически не согласны. Они считают, что дело кто-то намеренно волокитит. Возобновили расследование совсем недавно, после обращения отца в СМИ. Однако материалы дела до сих пор не ушли в суд. Главный подозреваемый до сих пор на свободе. В отношении него не избрана никакая мера пресечения. Он даже не лишен водительских прав. Я хочу, чтобы все сделали по закону. Если по этой статье, по закону предусмотрен арест, почему вы это не используете? Арест или меры пресечения. И чтобы экспертизу там беспристрастно провели. И он получил свое наказание, чтобы его осудили. Вот и все. Просто, понимаете, не потому, что я такой кровожадный. Просто я вижу человек, он не осознал, что он сделал. И он даже не раскаивается. В предыдущем выпуске мы говорили о судебном процессе, проходящего по делу подвального помещения на улице Ержаново, 23, 2. Эта история вызвала большой резонанс среди жителей данного дома. Они тоже решили высказаться и рассказали свое мнение. Юрист Аслубек Айдарбеков, защищающий права жильцов, говорит, что горожане никак не претендуют на помещение первого этажа, как это указала ответчица. Им нужен только подъезд, которому закрыт доступ. По их мнению, причина в том, что именно под этим помещением находится общий крам водоснабжения и тепла. После того, как в ателье стиле приватизировали, в документах, то есть в самом договоре купли-продажи площадь помещения не указывается. Она указывается в экспликации. В экспликации там перечисляется помещение, такое-то помещение, такое-то, подвал не переходит. В 2002 году новый собственник, покойный Сильвестов, он признает решением суда право собственности на это помещение. Но почему-то площадь у него совпадает не с той площадью, которая в приватизации была, а с площади земельного участка. Татьяна Семенова живет в этом доме с самого возведения. Она является одной из трех жительниц, которые судились с предпринимателями. Жительница возмущена тем, что при ремонтных работах приходится перекрывать воду всему дому, когда это можно сделать раздельно, а доступ к подвалу имеется только один. До этого был другой собственник. Он у него приобрел. Потом в 2002 году он объясняет, что так как он не было времени зарегистрировать, и все, и у него не было документов у того приобретателя, он в 2002 году по решению суда ему общую площадь, причисляется ему это нежилое помещение, общей площадью 683,5 квадратных метра. По словам жителей, в 2002 году на благоустройство подвала все они собрали покойному мужу Елены Севриной 400 тысяч тенге. По их мнению, ремонт был произведен только наполовину, а после этого и вовсе закрыли доступ в подвал. Правильно, они сделали за наш счет, кстати. Давайте зайдем с нашей стороны подвал. В 2006 году собрали ему 487 тысяч на замену труб в подвале. Полностью он поменял разводку, он делал ремонт фактически за наш счет. Летом он отключил нам дом, это бывший владелец, отключил дом от горячей, от холодной воды, остался один стояк вот по нашей стороне. Люди все жили с детьми, пожилые люди ходили, воду набирали, вот все здесь стоят, да. И пока мы ему не собрали эти деньги. Вот это он все сделал за наш счет. Последний судебный процесс, прошедший в декабре, выиграли жители. Суд постановил, что подъезд общий и доступ к нему имеют все жители девятиэтажки. Однако даже после этого доступ в подвал Елена Севрина не открыла. Горожане заявляют, что постановление она не признала и собирается его обжаловать. В свою очередь заявители собираются бороться до конца и будут обращаться в Верховный суд. Фариса Улбаева, Ужас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Работы для молодежи хватает, но не все хотят работать и быть занятыми. А между тем именно безработица и порождает рост преступности и другие негативные проявления общества. А это значит, что чиновникам нужно бороться именно с тунеадством. Заявил руководитель управления молодежной политики области Мирас Куттубай на брифинге в Центральной службе коммуникации. Доля безработной и незанятой молодежи сократилась. Сейчас их количество составляет 14,3% от общего числа молодежи, проживающей в области. Именно от этого контингента молодых людей можно ждать чего угодно. Они больше, чем остальные, подвержены влиянию всяких деструктивных групп и легко могут сбиться с пути. Поэтому их нужно направлять в Центры занятости и непременно трудоустраивать, заявил руководитель областного управления молодежной политики. В Центры занятости наша молодежь ходить почему-то не любит. Многие идут трудиться грузчиками на рынке. Понятно, что там они могут заработать за день 5-6 тысяч тенге. А работая от Центра, их зарплата поначалу будет минимальна. Но все же преимуществ в официальном трудоустройстве больше. Это нужно понимать. Решить проблему безработицы за один день невозможно, пояснил чиновник. Однако привлекать молодежь в досуговые центры к занятиям спорта необходимо. Тем более, что государство выделяет для этого немалые суммы. Финансирование в 2017 году увеличилось на 49% и составляет 435 миллионов тенге. Это только по линии управления молодежи политикой. Кроме этого, выделяется финансирование молодежи политики, поддержка молодежи гуляет по линии управления спортом, по линии управления образованием, по линии управления координацией границ и стиль. И, конечно, управление здравоохранения. Также Мирас Куттебай отметил, что в регионе действуют более 2000 спортивных сооружений, 18 детско-юношеских и более 100 физкультурно-оздоровительных клубов. Массовыми видами спорта заняты более 200 тысяч молодых людей. Действует специальная спортивная школа для инвалидов. Там занимаются более 3000 несовершеннолетних. Оригами, украшения из кожи, картины и другие работы, выполненные вручную, можно увидеть в здании областного филиала партии Нур-Отан. Уже пятый год в стенах партии проходит фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями. Экспозицию работ особых детей посетила Фариза Убаева. Уникальный фестиваль собрал уникальных участников. Это дети с ограниченными возможностями. Они пишут картины, вышивают, лепят разные подделки и даже изготавливают украшения с национальными орнаментами. Одна из таких мастеров – Асем Нур Адильхан. Для 22-летней студентки Карагандинского технико-строительного колледжа это первая выставка. Инвалид с детства Асем Нур всегда мечтала стать дизайнером и очень рада своим первым успешным шагам. Колледж, в котором я учусь, раскрыл во мне желания и талант. Детская мечта взяла верх, и я поступила на дизайнера. Сейчас я на втором курсе, и все эти годы я испытываю большую поддержку со стороны своих преподавателей и сокурсников. А после такой выставки я хочу творить все больше и лучше, чтобы в будущем осуществить свою мечту и стать дизайнером. Более 200 подделок, изготовленных детьми, украсили зал в этот день. Фестиваль организуется уже 12-й раз и с каждым годом набирает популярность. Число участников растет, качество выставочных работ становится лучше. То, что касается сейчас, очень важно. Благодаря таким мероприятиям мы стараемся создать возможность для таких детей для самореализации, развития культуры, национальных ценностей. Вы видели очень много там подделок, которые можно использовать, допустим, для как показать наши национальные ценности, наши национальные культуры. Они сильные, они не унывают, говорят организаторы, и надеются, что такие выставки вызовут у особых детей веру в будущее. В ходе выставочного фестиваля участникам вручили благодарственные письма и памятные подарки. А дети теперь будут готовить новые работы для новой экспозиции, которая пройдет через месяц. Фариза Улбаева, Ужас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде появился халал-ресторан. Теперь жители области могут проводить халал-мероприятие в просторном заведении, рассчитанном на 700 человек. Его владельцы подали заявку на стандартизацию еще в прошлом году. Пять месяцев они доказывали представителям Духовного управления мусульман Казахстана, что работают только по правилам шариата. Халал-ресторан расположен между Карагандой и поселком Уштубе. Его владельцы работают по законам шариата на протяжении года. Буквально сегодня они получили сертификат о прохождении халал-стандартизации. В нашем ресторане никогда не было харамных напитков, и иншаллах их не будет, надеемся. Из дозволенных напитков у нас хмус и шубат. Меню очень большое, расширенное. Можно проводить от хороших больших тоев до поминальных обедов. Вместе с Сауле сертификат халал получил предприниматель из Балхаша. Он владеет собственным убойным цехом и сетью мясных магазинов. Его товар прошел тщательную проверку, поэтому за качество отныне отвечает карагандинский филиал Духовного управления. Пока предприниматель планирует работать в Балхаше, но в будущем хочет расширяться. На его товаре должен быть логотип халал, выданный Духовным управлением мусульман Казахстана. Халал-сертификаты выдаются только после полноценной проверки. Убой животных должен производиться строго по правилам шариата. Перевозке и хранению мяса также уделяется огромное внимание. В целом, халал-стандартизация в Караганде начала работу три года назад. Каждый месяц сотрудники Духовного управления мусульман могут наведываться с проверкой в подшифные предприятия. А я мамрина Жахслак-Нуртай, Андрей Тимофеев, первый карагандинский. Продолжаем выпуск. Более 50 команд попытались себя в интеллектуальной игре «Что, где, когда». Данный турнир среди юниоров является одним из крупнейших в республике. Ежегодно состязание забирает несколько десятков команд юных знатоков. Ученица 76-й школы Бебегуль Абдыгасыр вместе со своей командой участвует в игре второй раз. В прошлом году не получилось занять призовое место. В этот раз команда юных знатоков серьезно настроена на победу. Мы пришли от клуба «Арман». В команду для этой игры выбрали шестерых лучших учеников. Мы в своем школьном клубе каждую неделю проводим интеллектуальные игры на логику, на знание традиций. В спорткомплексе «Жастар» состоялся шестой открытый турнир «Что, где, когда» среди юниорских команд. Интеллектуальные игры проходили два дня. В первой на государственном и во второй на русском языках. Целью мероприятия является развитие государственного языка и популяризация интеллектуальных игр среди юниоров, заявили организаторы. Команды-призеры награждены дипломами и призами в номинациях. Количество участников у нас растет. В этом году это у нас уже шестой турнир. В этом году более 50 команд подали заявки на участие в турнире. Среди них наши дворовые клубы и школы города Караганда. Категории у нас две в этом году. Это вот турнир сегодня идет на государственном языке, а завтра на русском языке. В два дня мы проводим этот турнир. Победители получают призы. Есть также номинация «Лучший игрок» получает приз обязательно. Ну и все участники получают грамоты за участие. Вопросы к игре подготавливали опытные авторы из ассоциации клубов «Что, где, когда». Несмотря на все трудности, участники старались отвечать быстро и по возможности правильно. Все три призовых места забрали команды Назарбаев интеллектуальной школы. Команда «Мурагер» награждена в номинации «Лучшая команда седьмых-восьмых классов». Также лучшей командой дворового клуба признана команда клуба «Кеша». Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Амаса Волгстар. Амаса Волгстар.